Финал Кубка Мира среди женщин для российской сборной сложился удачно, однако интрига сохранялась до самого конца. Екатерина Хураськина стала второй в фехтовании, а Гульнас Губайдулина в бассейне также взяла второе место. Но общая сумма очков после двух видов не позволяла ни одной из трех российских девушек претендовать на медали. Дело поправил конкур, и в комбайне Хураськина стартовала четвертой и расставила все точки над «и», взяв серебро. Золото и бронза достались Украине. Когда здесь я пробегала, и зрители кричали, было очень, мне прям не сил, на самом деле, говорила. Я прям себе, ты не имеешь права сдаваться, так кричаться. Ее такая черта, если где-то что-то светит, она будет выгрызать, никому так просто не отдает. Рубеж не подвел, оружие и мишени, все нормально, отработала и ногами хорошо пробежала. Во второй день за честь страны бились мужчины. И сначала все шло лучше некуда, однако далее конкур не помог, а напротив все испортил. Иван Фролов, до этого занимавший первую строчку в турнирной таблице, в комбайне пришел лишь четвертым. Александр Лисун стал двадцатым, а Сергей Корякин вообще еле финишировал. Врачи диагностировали у него микронадрыв ахиллова сухожилия. Из приятного гостя в этот день отмечали высокий уровень организации на турнире, что было крайне лестно для организаторов и важно в плане спортивных перспектив региона. Мы будем обгонять клубы и Москвы, и Казани. Для этого есть все возможности, потому что есть пирамида, которая начинается с массового, подросткового, детского спорта. Она дальше в детские и юношские спортивные школы переходит, в школы Олимпийского резерва. И наверху получаются вот те наши звездочки. А вот на третий день случилась настоящая драма. Результаты микста, то есть парные эстафеты, таковы. Золото у Латвии, второй стала Украина, бронза досталась немцам, сборная России дисквалифицирована. Ситуация из разряда ничто не предвещала. Ведь после фехтования российская пара Доната Римшайта и нижегородец Роман Дьячков шли третьими. В бассейне Дьячков наплавал на вторую строчку, а в конкуре Римшайта вывела Россию в лидеры, буквально закусив у дела. В итоге с общей суммой в 3492 очка Россия во главе турнирной таблицы. И в комбайне Римшайта стартовала первой с форой в 26 секунд. Отстрелялась на отлично и вот момент, когда все пошло на смарку. Сейчас будет передача эстафеты. Роман Дьячков. Все бы хорошо, но Римшайта пробежала три круга вместо положенных четырех. И Дьячков, по сути, совершил фальш-старт. Когда это заметили, Роман уже был на огневом рубеже и стрелял. Итог. Дисквалификация сборной России и победа команды Латвии. Денис Черковский на финише. Первое место всегда остается первым. Немножко неожиданно. Спасибо России за так называемую ошибку. В вопросе, кто виноват, комментатор, спортсмены или тренеры, мнения разделились. Вот это желание куража немножко раньше, чем должен реально наступить кураж. Это основное, на мой взгляд, пока что объяснение произошедшего. Тут шесть-семь тренеров во время бега стояли. Они даже были во всю глотку кричать, что вернись, Рома, вернись. Но тоже они повисли вот в этом принятии решения. Каждый побоялся. А вдруг я не прав. Упустили не просто из рук синицы. Я даже не могу сказать, откуда упустили. Воистину, Россия – щедрая душа. Пусть не факт, что хозяева взяли бы золото, но шансы у них были и еще какие. Однако сделали подарок гостям. Кирилл Антоневич, Ренат Бигбаев. Объективно. ННТВ.